Эти кадры были всего лишь постановкой, а пациент учебным манекеном. Но благодаря таким курсам повышения квалификации фельдшеров и медсестер, которые проводятся на базе Измаильской станции экстренной медицинской помощи, специалисты, работающие в выездных бригадах, учатся безошибочно и молниеносно выполнять все необходимые действия по реанимации больного. Стоит отметить, что данный проект является пилотным и на территории Одесской области проводится впервые. Все инструкторы проходили обучение в Тернополе по транзиторной программе. Эти курсы являются актуальными, потому что в данный момент в Одесской области они не проводятся больше нигде. Пока что. Каждый год мы будем их проводить в разных регионах, поэтому все фельдшера, которые должны будут приходить на повышение квалификации, они должны будут посетить наши курсы. В принципе, всем курсантам нравится, это очень полезно. Это повышение навыков. Мы показываем теоретическую и, как видите, даем практически поработать всем, кто желает. Каждая станция экстренной медицинской помощи Одесской области в течение месяца проходит обучение на курсах, в которые входят занятия по реанимации, неотложным состояниям, травмам, тактической медицине и педиатрии. Мы берем ее буквой С и вот этими тремя пальцами мы поднимаем нижнюю челюсть. Когда мы поднимаем, мы чуть-чуть поднимаем вот так вот вверх. Почему? Потому что так он попадает воздух в желудок. Если мы поднимем, вот у нас, вот видите, поднимается грудная клетка уже. В настоящее время Измаильская станция экстренной медицинской помощи состоит из 24 бригад, которые охватывают Измаильский и Болградский районы. Все бригады оснащены автомобилями класса Б, С, современные, Пежо, С, Троен и Форд, оснащенные необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи. И в настоящее время нам в планах только один пункт базируем, который необходимо открыть для того, чтобы решить весь вопрос оказания экстренки в нашем регионе. Это одна бригада в Килийском районе. В распоряжении Измаила и Измаильского района находятся 11 бригад. 8 из них работают по городу, а 3 располагаются в пунктах непосредственного базирования. Это села Озерное, Суворова и Каменка. В настоящее время принцип оказания экстренной медицинской помощи по расположению бригады как такого не существует. Почему? Потому что если бригада, допустим, села Каменка занята на госпитализацию, на вызове, а там экстренный случай, то отправляется любая бригада, которая, согласно данным диспетчерской, находится в спокойном состоянии. То есть независимо от расположения. Уже полтора года единое диспетчерское отделение по Одесской области находится в городе Одесса. Объединяет все службы экстренной медицинской помощи области. Все вызовы поступают с любого мобильного или стационарного телефона на телефон 103. Оттуда по мобильной связи передается прямо на бригаду, и бригада в это время выезжает. В случае подозрения на ковид или лихорадящий больной, значит, сразу предупреждается персонал о том, что необходимо выехать на вызов в костюмах защиты, в маске, респираторе, шлеме и так далее. На сегодняшний день набор всех необходимых медикаментов и препаратов для оказания экстренной медицинской помощи имеется в полном объеме. Мы оказываем непосредственную медицинскую помощь экстренную всем пациентам. Достаточно аппаратуры, есть все для этого необходимое. Травмированные есть шины, есть вакуумные носилки, есть инфузомат, есть электроотсосы и, конечно же, есть у нас кислород. Оснащение хорошее, все, в принципе, есть для работы. Также каждый автомобиль оснащен новым современным дефибриллятором. У нас дефибриллятор Mediano D500, в принципе, это очень хороший дефибриллятор, имеет очень много функций, функции автоматического наружного дефибриллятора, имеет функцию мониторинга, есть ручной режим и есть функция кардиостимуляции. Приятно отметить, что оснащение и комплектация реанимобилей из Маирской станции экстренной медицинской помощи находится на высшем уровне, а опыт и квалификация персонала постоянно растет благодаря всевозможным курсам и интенсивам.